Субтитры делал DimaTorzok Леонид Вайсель. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, уважаемые зрители. Поздравления Металлургу, всему коллективу, тренерскому составу, игрокам. Молодцы. Мне Андрея Владимировича поздравить? А почему бы и нет? Андрея Владимировича, поздравляем вас с заслуженной победой. Я подсказываю, что нужно говорить. Хорошо, с заслуженной победой. Так, друзья, вы сами прекрасно понимаете, что сезон будет неполным, пока не вышла программа судейская. Поэтому давайте сегодня подводить такую своеобразную черту и пойдем по моментам. Я так смотрю на Алексея Владимировича. Он, в целом, конечно, доволен тем, как прошла эта финальная серия для судей. Каких-то там громких скандалов не было. Но все равно есть моменты, которые было бы не лишним разобрать. Я доволен даже не столько этим. Я доволен тем, какое количество у нас новичков было в финале. И как они с этим волнением справились. Потому что финал все-таки судить это больше волнение психологическое. Не более того, потому что люди все знают, и они справились. И очень искренне за них порадовалось. Давайте начнем наш сегодняшний выпуск с момента, который случился в Магнитогорске по ходу второй игры. Там был просмотр на офсайт. И здесь судьи приняли решение эту шайбу все-таки не засчитать, потому что положения вне игры не было. Леонид Леонид Леонидович, в предыдущей программе мы разбирали похожий момент. Было положение вне игры, наоборот, было. Да, было положение вне игры здесь. Леонид Леонидович, в предыдущей программе мы разбирали практически аналогичную ситуацию, которая была тоже в Магнитогорске, но в серии с московским «Спартаком». И там тоже такой пограничный ход. Там засчитали. Ну, зазоры, то есть они посчитали, что нет там, да? Сказали, что одновременно. Тут давайте, наверное, правильно скажем, на что ориентировалась военная комната. Она ориентировалась не на камеру, которая сверху, именно на камеру, которая сбоку. Потому что камеры сверху там тяжело определить. Именно на камере сбоку видно, что уже конек полностью находится в зоне. В зоне, по-моему, это Михайлес. Ну да, да. На Михайлес, да? А шайба еще касается синей линии. А в том моменте, про который вы говорили, там история такая, что на кадре видно, что шайба еще касается синей линии. Конек касается синей линии. Следующий кадр – и шайба, и конек в зоне. Вот в этом и принципиальное различие. Ну, здесь зазор нашли, там зазора не было. Там одновременно въехали, а здесь вот буквально там какие-то миллиметры. Хотя казалось, Алексей Иванович, да, в пользу атаки какие-то там миллиметры. Не-не, ну, давайте так. И так в пользу атаки все моменты. И молодцы видеоаналитики, видеотренеры, которые принимают такие решения, очень сложные по наитию. Они их принимают. Ну, увидеть сразу это без камеры, ну, это практически невозможно. Ну, на самом деле, там, если вот еще раз возвращаться к этому эпизоду, даже не со всех камер видно, да, что там есть положение вне игры. С телевизионной тоже нет. Да, вот отсюда мы вообще ничего не определим. Потом, когда пошли повторы, вот смотрите, тоже сложно, потому что там появляется в кадре еще клюшка игрока Ярославского, локомотива, что-то перед... А вот здесь, вот, пожалуй, тот самый план, где можно заметить это положение вне игры. Ну, плохо или хорошо, наверное, это уже оценивать не нам. Но, наверное, в моем понимании, что лучше пускай у нас как были запросы, так и будут, и это правильно так должно быть. Да нет, это вообще не обсуждается. Тут надо верное решение принять. Да. Любая помощь в этом вопросе вам... Я вообще считаю, что та история, когда у нас есть видеозапросы тренера на вне игры, и чтобы лайнцмены не останавливали игру, высшая идея была какая, чтобы раньше, ну, иногда уж сейчас расскажу, лайнцмены иногда пересвистывали вне игры, потому что в каких-то эпизодах боялись, что, допустим, когда не было запроса на вне игры, они боялись, что... Перестраховывались. Перестраховывались. Здесь из вне игры забьют гол со всеми утекающими. Как показ практика, таких моментов же мало, да? И все равно динамика должна быть в игре. Ну, на самом деле, здесь-то такой момент, что вообще человеческим глазом тяжело было увидеть это вне игры, да? Только нечеловеческим, поэтому пришлось... Остаемся, остаемся в этом втором матче, ну, и, пожалуй, да, чуть ли не самый судьбоносный момент конкретно второй игры, который происходит в конце матча. Локомотив забивает, ну, казалось, там для себя эту вожделенную нужную шайбу, 1-1, и вот, как мне сразу показалось, публика подумала, что все, судьи отправляются смотреть, успел ли Локомотив вообще забросить эту шайбу до истечения основного времени. А оказывается, там дело было в другом. И вот в чем дело. Пас рукой замечают потом, Алексей Владимирович. Ну, давайте еще раз напомним нашим телезрителям о том, что на последней минуте все моменты просматривает военная комната, и команды не могут брать запрос. И военная комната с игры практически сразу видит, ну, предполагает, что там был пас рукой, и поэтому после того, как забили гол, понятно, что увидеть сразу это было практически невозможно, особенно в трансляции. Посмотрели, прокрутили, и поэтому немножко взяли паузу, и был пас рукой. К сожалению для команды Локомотив, ну, ничего не сделаешь. Леонид Иванович, как вообще подходить к этому моменту? Потому что, если более детально его разбирать, Гернат там, да, или спокойно мог сам эту шайбу подхватывать, если бы его в борт не отправил Юров. И тогда бы никакого паса рукой не было. Он бы сам этой шайбой завладел. — Понимаешь, вот когда вообще появилось это правило, я это просто очень хорошо помню, то там говорили, вот прям пас рукой. — Откровенный, да? — Ну, пас, да. И там, знаешь, были такие моменты, вот выбрасывают шайбу из зоны, человек на синей линии останавливает, она его там кексует к партнеру, все свистят. И я потом говорю, какой это пас-то, это же не пас. И потом как-то это эволюционировалось, и стали вообще от любого касания рукой останавливать игру и говорить, что это пас. — Любое касание пас, да? — Ну да, что теоретически можно, конечно, предположить, что это был пас. — Но сейчас-то не пас уже. — Ну как нет? Я вообще не видел, чтобы кто-то сыграл рукой и взяли шайбу и не дали. — Леонид Иванович, а разбирая вот эту ситуацию, вот что вы видите здесь? Пас рукой? — Ну, по этим современным тенденциям, да, по факту получился пас. Нет, то, что он не хотел давать, что он, может быть, себе хотел прокинуть, может быть, но по факту получился пас. — Алексей Иванович, а вот если, например, подходить к этому эпизоду, вот то, что Юров здесь все равно воздействие оказывает на Гернат, вот это можно было как-то рассматривать? — Я считаю, что здесь дорисовал Гернат лично. — Да, он там дорисовал. — Он дорисовал конкретно, и там он уже и клюшку убирает Юров, и вообще уровень удаления, который был в этом финале, ну, это как бы не та история. Ну, сто процентов. — Ну, здесь я тоже согласен, что прицепиться сложно к чему-либо, и Леонид Иванович, мне кажется, здесь все подробно объяснил, да, то есть это сейчас пас рукой. Завладел бы сам шайбой, да, через секунду по-другому бы смотрели на эту ситуацию. — Давайте еще раз делаем акцент, надо расставлять акценты правильно, что последнюю минуту у нас в регламенте прописано четко смотрит военная комната. — Это не запрос «Металлурга», как кто-то писал. Это исключительное решение военной комнаты. — На пас рукой, там, они могут, конечно, посмотреть, но не в последние, там, две минуты основного времени. — Точно так. — Поэтому здесь, ну, мы, кстати, об этом тоже много говорили. Я думаю, что напомнить лишним не будет. Ну, и, соответственно, судья выходит и говорит о том, что там был пас рукой. Эта шайба защитно никак не может. Хотя атака локомотива, да, после этого паса рукой продолжалась достаточно длительное время. Остаемся в этом втором матче. И был эпизод с участием лучшего снайпера этого плей-офф Дениса Зернова. Вот тот самый выход, Алексей Владимирович, где вообще все могло печально закончиться для Зернова. И вот как мы вот к этому всему подходим? — Слушайте, ну, достаточное количество таких воздействий было в финале. Это, по мне, по уровню нарушений, это обычный физический контакт с игроком. Просто он неудачно приземлился в борт. Не было какой-то дикой грязи там. Не было такого прям мега-супер-мега-воздействия. Вот, я бы так это... — Леонид Альдович, бросок уже закончился, но, тем не менее, потом воздействие со стороны Черепанова. Как смотрим на этот момент? — Вот для меня вот это важнее. Я, Алексей, соглашусь, что там мега чего-то, как ты говоришь, не было. Но, помнишь, мы говорили, тут никакой необходимости толкать Зернова не было. Момент ушел, шайбы у него нет. А он непосредственно, как сказать, в изъемом, как вы говорите, положении находится. — Положении. — Врежается в борт. — Тут вопрос в другом. Тут вопрос просто, какой уровень удаления не взяли. Какой уровень удаления вообще был в пловоу в финале со всеми утекающими отсюда последствиями. Если вы посмотрите, и была понятна последовательность принятия решения, это самое главное, что было в финале. И все это понимали и знали. Это самое главное. Вот на этом я предлагаю, поверьте, предлагаю тему эту закрыть. — Ну, а так это две минуты. — Нет. Но это в таких эпизодах много. Достаточное количество игровых эпизодов таких. Их достаточное количество. — Останавливаемся, да, на этой ремарке? — Вы как-то робко. — Почему робко? — Не, ну для меня это две минуты, потому что человек уже расслабился, он без шайбы, он в борт опасность, травму получил в конце концов. Так и получилось. — Ну да, там плечо выскакивало. — Ну, хочет две минуты. Давайте остановимся на его двух минутах. У каждого свое мнение. — Не, ну почему тут свое мнение? Мы же, как сказать, истину ищем. — Не, не, ты понимаешь, в чем дело? Я понимаю, о чем ты говоришь, что там в контексте игры, уровень удаления, все это понятно. Но мне кажется, этот момент, он немножечко... — Отдельно? — Отдельно. Он не связан с контекстом, понимаешь? Тут прямо такая история. — За такое надо наказывать. — Да. Человек в уязвимом положении. — Это грязь? — Он не участвует в игре. — По-другому, это грязь? — Ну... — О, момент закончился. — Подождите, но я же не вас спросил. — Это не грязь, но это прямо нарушение. Потому что, вот помнишь, мы говорили, когда идет борьба за шайбу, когда игровой момент, они там в борьбе... Ну, вот, кстати, до этого, Гернат, ну, ты говоришь, этот нарисовал, этот его, там борьба, там шайба, там борьба. — Там понятно. — Здесь ничего нет, здесь все уже закончилось. — То есть вы хотите сказать, что на чистом льду это нарушение, когда Зернов уже расслабился, когда Зернов не ожидает, он ему воздействует... — И непосредственно рядом с бортом. — И за воздействие в борт это уже нарушение правила, это никак не связано с игрой действия. — Вот я именно это хочу сказать. — Ну, помните, мы разбирали в предыдущей программе, ну, там чуть-чуть другая ситуация, автомобилист-магнитка, Баранцев, и вы сами четко, по-моему, обозначили, что... — Действия не связаны с игрой. — Да, здесь бросок уже закончился. — Но здесь больше все-таки он уже там доигрывал момент, делал файл-чек, немножко другая история. — Не, я... Доводы Леонид Леонидовича, они разумные. — Ты знаешь, когда смотрел эту игру, ну, и там Зернов... — Не бросилось в глаза, да? — А? — Не бросилось в глаза. — Не-не, там Зернов ушел, все говорят, Зернов травму получил, а я так думаю, надо повтор посмотреть, что там было-то. Я посмотрел, повтор-то сам, выход один на один, думаю, ничего не было. И я даже не обратил внимания на этот момент потом. — Оно в динамике, конечно, по-другому становится. — Да, а когда уже в конце увидел, ну, это нарушение. — Возможно, и судьи сами действительно вот как бы в динамике эту ситуацию анализировали. — Нет, я знаю, как это происходит. — Ты стоишь вот так вот в трех метрах? — Не-не-не, момент. И ты сконцентрирован на вот этом эпизоде. — Один в ноль. — Да, один в ноль. Он раз не забил, нарушений нет, ты так, хух, выдохнул, а там раз и... — Ну, да, но мы тоже выдохнули немножко, и для того, чтобы продолжить все, еще этот второй матч показываем следующий эпизод. — И тоже как бы вопросы появляются. — Должно ли вот здесь быть удаление, когда там ломают... — Там Хабаров, вот смотрите, вот здесь Хабаров и Кирьянов. Вот такой момент. Перерубают клюшку на две части. — А вопрос в чем? Удаление на воздействие на вратаря или что? — Не-не-не, вот здесь вот Хабаров. — Да не, он совершенно... — Не-не, про вратаря мы молчим. Хабаров и Кирьянов. — Не-не, там, смотрите, если вы посмотрите правильно... — Давайте еще раз покажем, да. Перерубают клюшку, мы же тоже разбирали эти моменты, да, там, прижимают, накладывают, или рубящее движение, как вы любите говорить. Вот здесь можно оценивать этот эпизод как рубящее движение со стороны Хабарова? — Да я не сказал бы, что здесь какой-то прям... Ну вот, смотрите, нет, тоже прижимал, но она сломалась на две части. — Ты знаешь, Хабаров накачался, руки такие, просто прижал, крючил. — Просто прижал, и она треснула. — Ну, ну, по мне, вот, как-то вот, ну, даже в глаза не бросилось, я все игры вживую смотрел. — Нормально все. — Ну, такой, я скажу, мне вообще, в принципе, не нравится это удаление, вот это удары. — Удар клюшки. — Вообще, в принципе, потому что вот, понимаешь, вот это порождает вот такие дискуссии. То есть вот был удар, или наложение было, или что там было. — Ну, надо предложение какое-то выдвигать, Леонид Иванович. — Очень простое. Руки не отрубил, все, по рукам не попал, по клюшке бей сколько хочешь. — Даже если ломается. — Да. — Или все-таки, если сломалось, значит, надо... — Выходи с ломом тогда, вот ломаться не будет. Ну, как раньше-то играли, с деревянными клюшками ничего не ломалось, били по клюшке. — Поэтому не ломали, что деревянные были. — Ну, я не знаю. — Нет, ну, ты понимаешь, здесь это вот дают почву для дискуссии. — Ну, не знаю, ну, достаточно игроков. — Мне кажется, тоже, знаете, как бы прижимал. — Не, вот смотри, Володь, для меня это тоже, как сказать, с моей точки зрения он здесь не рубил, а как это... — Прижимал. — Прижимал, придавливал. — Да, но он так прижал, что сломал клюшку. Возникает вопрос. Вот если бы я был на месте того человека, которому клюшку сломал, слушаю парень, там, я судец, а как мне играть-то вообще? Я вроде как все... — Ну да, тут клюшка сломалась, тебе шарик идет, что ты будешь делать. — Вот, поэтому вот это порождает всякие... — Ну, все равно, знаете, мне кажется, в данном случае можно какой-то общий подход найти. Это вот как, например, с подбитием этой клюшки, там, вверх, да, как... — Я понимаю, но, условно говоря, подбивает клюшку, удержал в руках, все нормально, вылетело две минуты, да, шайбы рядышком нет, смысл ее, например, там, подбивать. Тут вопросов нет. Так и здесь, ломается клюшка, ну, давайте посмотрим, есть две минуты, нет двух минут, не сломалась клюшка, ну, тут все понятно. — Ладно, ну, надеюсь, что вот такие вот эпизоды мы все-таки пореже будем. — Кстати, они как-то вообще что-то вдруг в последнее время... — Может, с клюшками что-то? — Я вот раньше не замечал, вот это выдавливание, да, как-то раньше либо били, либо не били. — Может, с клюшками какие-то моменты, по что чуть-чуть надавили, они там ломаются через раз, да? — Ну да. — Параллельный импорт. — Производителя надо все-таки менять в этом отношении. — Ладно, вторая игра, и вот такой, смотрите, интересный момент. Он приводит в конечном итоге к двум минутам Александра Елесина, высокоподитая клюшка. Алексей Ильич, ну вот что предшествует этому, предшествует проброс. Лайсман фиксирует проброс, свисток, игра останавливается, и по итогам Елесин все равно получает свой штраф за опасную игру высокоподитая клюшка. Я не спорю, что по лицу где-то попал. — А в чем вопрос? — Ну все-таки свисток, игра остановлена, все, что после. — Ну немножко не так, все-таки это опасное действие. Давайте так, если во время остановок, ну кто-то кому-то засадит клюшкой по лицу, вы же дадите две минуты? — Безусловно, так и здесь. Ну просто обычно, знаете, за лицо ушла, проброс. — Не-не, вот Алексей, ты что хочешь сказать? Вот если бы какая-нибудь задержка рукой была, что-то такое. — Ну что такое, игра не связанная с лицом, да. — Здесь попадает клюшкой в лицо. — Тут вариантов нет, он стоит перед ним, в лицо ему. — Ну то есть свисток вот этот за проброс, он не отменяет последующий вердикт? — Нет, конечно, он не отменяет. — Если бы он там схватил его, или там, не знаю, не дай бог. — Я не знаю, могли ли они пораньше свисток дать просто. — Он бежал, работал по шайбе. — Да, ну, просто я думаю, что у Елесина такое неустойчивое положение было, он просто равновесие не удержал. Он, естественно, не хотел там бить, но попал. — Если бы он сделал игру с сокоподнятой клюшкой в результате силового воздействия игрока Металурга, это бы не было с сокоподнятой клюшкой. — Ну, к сожалению, остановка, когда потом берешь, машешь клюшкой, попадаешь в результате. — Нет, он попадает, потому что здесь основной вопрос как раз заключался в том, что проброс, он фиксируется. — Ну да, да. — Лайнсвин дает свисток, и потом как бы, да, игра остановлена, но игрок-локомотива по итогам получает свой малыш. — Хорошо, давайте привяжем к другую историю. После остановки же, когда идет грубость, там они... — Да нет, вы все объяснили, нет, я согласен. — Ну, просто как бы вот здесь уточнение относительно проброса. Что касается вот этих потасовок, которые происходят после свистка на пятачке, это одна история. Вот такие моменты, я хочу сказать, нечасто встречаются. Но вот он попался даже в финальной серии. — Ну да, и тем более там даже правила сделаны так, чтобы минимизировать эту историю. — Лайнсвин должен раньше свист, принять решение, чтобы они разъехались. — Все же помнят эту историю трагическую, там, защитник чешский Чайка погиб на пробросе, изменили правила проброса. Но иногда такое случается. — Да. — Третья игра. В Ярославль переезжаем, и вот, казалось, локомотив уже повел, да? Повел для местной публики, удалось счет в матче открыть, а оказывается-то нет. — А, вы с ней играли. — Положение вне игры, Алексей Иванович. — Давайте еще раз напомним. — Давайте еще раз напомним. — Что такое контроль и что такое вот такой вот. — Когда игрок входит в зону после передачи, это вот одна история. Когда он ее контролирует и входит... — Сам затаскивает. — Сам затаскивает, это другая история. Здесь идет пас игроку команды локомотив. И задача была военной комнаты определить, касался ли он частью конька синей линии, ну, любой частью конька синей линии, и коснулся ли он одновременно. И шайбу, и касался ли он в это время коньком. Вот и все. И они это не могли определить. Они потом увидели, что сначала оба конька входят в зону, после этого только он касается шайбы. Вот и все. — Слушай, тут, наверное, надо сказать просто для домохозяйка, что при введении шайбы спиной вперед входить в зону можно и вне игры нет. При приеме шайбы, когда у тебя коньки находятся в зоне атаки, это вне игры. Когда ты входишь спиной. — Да, и если бы он входил в зону и, допустим, контролировал, был бы на дриблинге, шел бы с ней, а не было бы паса, это бы не было вне игры. — Друзья мои, точно такой же бы момент, но без паса сам заводит, это чистый вход. Здесь пас, здесь это вот принципиальный нюанс. — Такое действие, это что такое контроль? Это любое действие, когда ты в любой момент можешь шайбу взять или обработать. — Здесь шла передача, и задача игрока локомотива заключалась в том, что до синей линии обработать эту шайбу, ну или одним коньком хотя бы зацепиться. То есть как бы не путать всем пресловутым контролем. Ровно такой же момент, он подбирает шайбу, вводит вот в таком же положении, перекладывая ее. Это будет чистый вход. — Знаешь, как говорят, спиной вперед же можно входить в зону? — Можно. — Входить можно. — Ну есть нюансы, да, есть нюансы. Ну я думаю, что мы этот нюанс с вами обозначили сейчас. Третья игра, тут один момент с высокоподнятой клюшкой мы уже объяснили, да, вот этот эпизод с Елесиным и Вовченко. Тоже, мне кажется, так популярно объяснили, да, почему там две минуты. А вот такая ситуация с участием Тесанова и Джонсона, нападающего магнитогорского металлорга. — А, это пропущенная игра высокоподнятой клюшки. — Болоснул все-таки, да? — Да, он попал ему, конечно. Это пропущенные две минуты. — На всякий случай уточнили. — А что уточнять? — А то вдруг скажут, да все нормально вдруг. — Так-то если уж совсем строго подходить к этому моменту, Тесанов ты его рукой держал? — Ну... — Ну, совсем, если так, да. — Но пропустил? — Да, две минуты. — Хорошо. Ответили на вопрос. — Быстро? — Да? Что тут продолжать? Был вопрос, на него мы с вами получили ответ. Третья игра, да? Мы остаемся в ней и предлагаем для разбора нашим экспертам следующую ситуацию. Каким будет их оценка? — Пожалуйста. Пока смотрим. — Не за что. — Вот. 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 Как подходить к этому эпизоду? — На что смотрим? — На что-нибудь. Вот знаете, иногда же подъезжает капитан команды и говорит, на что смотрим? Вот на что-нибудь. Вот здесь можно было что-то увидеть? Задержку клюшки, например. — Я попытаюсь, наверное, по-другому ответить. Таких эпизодов вообще во всей серии было достаточно. И там понять, кто кого как цепляет, держит клюшку, не держит, что там произошло. — Ну, мне кажется, смотрите. — Давай я по-другому скажу. Ты знаешь, вот на самом деле я скажу так, что для судей этот момент сложный. Почему? Потому что, знаешь, они оба чуть-чуть нарушали. Вот оба. И ты вот... — Но чуть-чуть не считается, Леонид Ильич. — Нет. А знаешь, как, я не знаю, какие сейчас рекомендации там раньше говорили. — Кому давать-то? — Не-не, удаление должно быть хорошее. Особенно в плей-оффе его должны все видеть. И ты смотришь на этот момент и понимаешь, что это видишь только ты. Что, ну, тут... — По мне лучше не реагировать. — Ну, да. — Ну, знаете, я вот другой... Тоже соглашусь с вами. Я немножечко по-другому, Леонид Ильич. Вот бывает там вот в борьбе где-нибудь на пятачке, где ничего не видно. А здесь синие линии, они вроде как двое. — Ну, они статики, Володь, в динамике. — Одного клюшка в ногах. Потом у второго клюшка остается в ногах. Он пытается ее вытащить. — Алексей Ильич, я не спорю, сложный момент, но как раз, как вы часто говорили, что вот этим судям, которые работают на матчах континентальной хоккейной лиги, тем более в финальной серии, оказано доверие. И они-то в таких ситуациях. — Вот ты знаешь, Володь, я вот думаю, вот это именно из той категории, когда Алексей начинает говорить, что там таких моментов много. Вот как Зернов я бы не сказал, что таких много. А вот как этот я соглашусь. — Поэтому, ну, я считаю, что они сделали правильно. Это не та история, когда нужно вычистить грязь и вмешиваться в игру. — Ну, я думаю, что никто бы не понял. — Да, ну, тут там понятие и что-то там. — Я и не буду настаивать на том, что... — Ну, мы разбираем момент. — Да, но мы разобрали этот момент, и вполне ответ засчитывается. Алексей Ильич, четвертая игра, вот мы к ней уже подобрались. Самое начало этой четвертой игры, и такой, знаете, многоступенчатый момент с Тисановым у борта и с тем, что было потом. Вот мы смотрим. Игра у нас... — А потом был телеканал «Культура». — Верно, верно. Он подключился. Но мы знаем, по какой причине. Так, Тисанов здесь... — Давайте сейчас попытайтесь... — Чувствует себя не очень хорошо. И вот... — Хороший обычный игровой эпизод. У него, скорее всего, вылетает плечо или ключица ему больно, да? Ну, окей. Человек получает травму. — Угу. — Все. Я знаю сейчас, куда вы будете утаскивать. Что это уже было у одной секции в прошлом году во время седьмой игры. Сюда? — Не, не буду. Там атака у магнитки пошла, свисток. — Ты знаешь, вот сейчас мы остановились. Там, по-моему, первый красный подъезжал, да? — Первый вообще красный подъезжал. — И вот я скажу так. Вот я бы свистнул. Просто свистнул, остановил. — На травму. — На травму, конечно. Ну, просто останови, успокойся. — Леонид Иванович, свистнул, но позже, после того, как пошла атака. — Нет, как красный подобрал. — Там он свистнул быстро. Просто там трибуны кричат совсем. — Не, не. А, он свистнул, ты можешь идти быстро? — Он свистнул довольно быстро, когда еще они были в средней зоне. — Но там выход один на один. — Нет, это уж потом дальше. — Да, да, но свистка-то не слышно было, понимаешь? — Да, ну, я и говорю, что они не услышали сразу свисток. Если вы посмотрите даже на видео, он свистит. — Вот я про это как раз. — Свистит, свистит, свистит. И там уже, когда уже совсем... — Свистки менять, чтобы они громче, Алексей Иванович, тоже клюшки ломаются, свистки не свистят. — Вот второй красный подбирает, надо сразу свистнуть, и все. — Ну, подождал, посмотрел, вдруг встанет. — Леонид Иванович, но здесь вот именно, знаете, вот реакции тренерского штаба «Магнитки», в том числе, вот они не слышат свисток. — Они не слышат. — Пошла атака. Алексей Иванович, вот допустим, допустим, игровой эпизод. Судья не видит, что там нарушение правил. — Если свистья не расценит, что это была травма, и он считает, ну, допустим, не дай бог, что игрок притворяется, и не посчитает нужным остановить на травму, как это были уже случаи, когда люди падают, смотрят, и потом пытаются показать, что у него травма, он может и не останавливать игру. Он может не останавливать игру, если посчитать, что это не травма. Это прерогатива судьи. — Алексей, да он может, никто же не говорит, что он не может. Речь идет о чем? Что если бы он остановил, то вопросов бы не было ни у кого. Ни у белых, ни у красных. — К тому, что сразу в этом плане. — Вы, наверное, про другое, что если судья видит и понимает, что выходит в 1-0, и этот лежит, конечно, он даст моменту закончиться. Но проблема в том, что он свистел гораздо раньше. — Сразу. — Не совсем сразу. Он не свистел тогда, когда уже игрок в магнитке выходил 1-2. — Понятно, нет, здесь я согласен с вами. — Конечно, если там игрок уходит в 1-2. — Насколько я помню, такая фраза, в случае очевидности травмы, главный судья может остановить игру. Может, не должен. Там не написано «должен». Там написано «может» остановить. — И здесь он уже сам принимает решение. И он принял такое решение, где-то там... — Очевидно, если для него травма очевидна, то он останавливает. Если нет, то нет. — Ну и опять же, да, там не довели все-таки до ситуации, что прям выход в ноле, только потом свисток. Это было бы очевидно. — Так, Володь, потому что свистка не слышишь. — От этого и вопрос. — Ну, выдавим сирены-то. Как вот у этого, у Гребенщикова заберите там на трибуне, пускай они крутят. — У Гребенщикова. — Ну, и СКА. Они когда забивают, он там в ложе крутит эту сирену. — Не видели, что ли? — Ну, я уже забыл. — Ты про СКА уже забыл? — Почаще на матче-то, Алексей Ильич. — Что вы сразу? — Так, ладно, ну мы можем, да, если захотите. — Я не забываю все 23 клуба. — Локомотив против Металлурга, четвертая игра, ну, потому что мы к ней уже подобрались. Такой момент, Алексей Ильич. — А я скажу, что-то у вас моментов-то не густо. — Ты же всего три-четыре игры, вот ты еще хотел. — А вот тут. Может, надо было что-нибудь там дать или засчитать? — А? — Красота. — Ну? — Ближе голая, скажу, наверное. — Там интригу подвесили, еще непонятно было, чем закончится. — Нет, ты видел, как пропустил красиво? — Ну, конечно. Гол, Алексей Ильич. — Ну, ближе к голу, да. — Нет, Владимир. — Сейчас уже вот так вот смотрят. — Надо было засчитывать. — Это не гол, это взятие ворот. — Ну, хорошо. Ну, тут такой момент... — Так что ж вы не засчитали-то? — А что ж вы момент этот взяли, да? — Ну, давайте так. Игрок белый первый на шайбе, красный играет ему в ноги, и это ближе к голу, конечно. — Скажите, что гол, Алексей, что вы ближе, ближе, дальше. Вы говорите, как есть. — Ну, это взятие ворот. — Хорошо, это взятие ворот. — Услышали. Четвертая игра. То есть мы немножечко... — Вас прям порадовало, да? — Отмотали, да. Да нет, ну, мне вообще нравится сама атмосфера здесь у нас в студии. Хорошая, доброжатая. — Я скажу, ты знаешь... — С игры тяжело. — Когда я смотрел... Мы же, по-моему, с тобой вместе смотрели, да? — Да, у меня не было такого ощущения. Знаешь, у меня даже такой мысли не возникло. — Нет, когда смотришь на Пахорию, так спокойно смотришь. — Ну, сейчас, когда смотришь, это прям очевидно. — Ну, да. — Ну, мы-то умеем показать, как надо. — Вы-то можете, да. — Это правда. — Вы прямо сейчас как плакат добро пожаловать в Белоруси. — Не, ну, вот представляете... — Поправляйте меня уже. — Так, смотрите, еще остаемся в этом четвертом матче. — Поправляйте, парочку моментов. — А? — Что-то хотели сказать? — Да я хотел сказать, что мы даже вроде как люди, которые имеющие некоторые отношения к этому бизнесу, во время игры этого не заметили. Только сейчас увидели, вы понимаете, вот, ну... — А какому бизнесу? — Смотрите-ка, вот какая большая разница смотреть хоккей вживую, да, там на стадионе, и кажется, где вообще идеальная позиция, практически любая, на арене. И вот смотреть хоккей по телевизору иногда даже, Леонид Иванович, полезней смотреть хоккей по телевизору. — Ну и вот такие вот моменты получили. — Да, именно для программы «Судейская». Еще момент покажем, они у нас остаются. — Вы на Пирске не играли? — Это там другие специалисты предпочитают такие игры. У нас увлечение связано немножко с другими вещами. И мы увлекаемся моментами интересными, да, которые происходят в матчах чемпионата континентальной хоккейной лиги, особенно в финальной серии. Вот тут хороший проход, и вот так вот его останавливают. — Ну-ка, отсюда две задержка Хабаровова. — Да что, 22, почему две-то? — В чем вопрос-то? — Ничего же не дают. — Ну и правильно. — Правильно? — Правильно делают, что не дают. — Леонид Иванович? — Вот по мне он прямо туда падал. Он прямо шел на нарушение. — Так а это же не возбраняется, Леонид Иванович. — Ну и не дали. — Мы сейчас договоримся, подставился. — Нет, ну и не дали. — Ну и не дали. подставиться. Хотел, но он хотел обмануть судьи. У него не получилось. Нет, подождите. А вы с Челентана Блев смотрели кино? Конечно, я практически... Ну, а смысл? Алексей Иванович. Защитнику Макару Хабарову, который столько пробежал. Сил уже не было. Ты получаешь две минуты, ты просто король для команды в финале. Так он ушел на эти две минуты, и, как мне кажется, он их заработал. Мы часто говорим, что подставляется под фолл. Это же не запрещается, Леонид Иванович. Слушай, я тебе так скажу. Отставится под фолл, которого невозможно избежать. Сейчас я сформулирую. Вот если бы дали две минуты в этом эпизоде... Беда была бы. Беда была бы. Ну, ты знаешь... Вот я судья, я говорю, там была задержка клюшки. Ты мне говоришь, вот он сам там. Я говорю, нет, там была. Вот отсюда подставка. Он сделал. Ничего не сделал. Ноги поджимает, идёт вперёд, идёт, понимает, что будет на него воздействие. Ну, ты вот не договорил. И в программе судейская, я бы сказал, что это очень слабое удаление. Ага. Вот. То есть оно такое, прямо вот если за уши притянуть, то да, можно было бы. Можно, да. Конечно, конечно. Но это вот, я считаю, что они правильно сделали. Ну, за уши притягивать не стоит. Вот. Вот здесь... Вот. Мало ли, растянешь ещё, да, как у зайца. Как у кого? Зайца, уши большие. Да. А хорошо. А вот смотрите, такой момент. Тоже четвёртый матч. Мне не нравится ваше игривое настроение. И Владимир уже у вас. Хорошее, нормальное, обычное настроение. Ну, чё, у тебя сезон закончен. А чё? Чё смотрим-то? Вот, вот они встретились. Канцеров, Аверин у борта. Вот, смотрите. Вот такие крепкие объятия. Слушай, ну, сначала один переграждает путь, второй его потом руку накладывает. Задержка. Аверин бы там подхватывал шайбу, вывозил её в зоне, нет? Или тоже вот, Алексей Иванович, уровень, планка, градус эмоций. Давайте попытаемся сейчас объяснить историю. Вот, смотрите, всем было понятно уровень удаления в финале. Всем было понятно. Понятно, за что они давали. Понятно, за что они не давали. Да? И вся эта история, окей, они там показали высовку и что-то ещё. Да, там что-то пропускалось, может быть. Ну, от этого никуда не деться. Но вот таких моментов, как вы сейчас нарезали с Авериным, ну, допустим, я-то знаю и видел у нас гораздо больше, как вы говорите, четвертинок, вы любите говорить, да? Слушай, он на нас наговаривает. Это вообще он этот термин привёл сюда. Первый раз услышали его здесь. Мы до сих пор не знаем, что это. Давайте так, если бы по-другому... Вы сейчас пытаетесь меня вывести там белое, чёрное. Да нет, он тебя спрашивает, было удаление или не было. Ну, я и говорю, белое или чёрное. Так ответьте, было удаление или не было. А потом уже рассуждайте. Было здесь удаление? Давайте так, как говорит Леонид Владимирович, основания были. Так. Основания были, но нужно понимать... Если основания были, удаляйте. Нет, основания были, но по уровню взятой планки, то, что они давали, не давали в этом четвёртом матче, это другая немножко история, понимаете? Леонид Владимирович, оснований недостаточно. Тогда нужно давать первую заблокировку, поэтому нужно давать за задержку. Это то, о чём Алексей всю передачу нам пытается... Он, правда, все моменты к этому, а мы говорим о том, что здесь действительно... Ну, когда вот такая ситуация, понимаешь, у борта, в стороне, не связано с опасным моментом, идёт эта нанайская борьба там. Леонид Владимирович, ну вы всё равно, знаете, я так скажу, преподаете сейчас высшую математику, потому что вот 9 из 10 болельщиков скажут, что это удаление. Не, стоп, давай, как ты говоришь, что там мухи, котлеты? Да, мухи и котлеты отдельно должны быть. Да, то есть вообще формально, формально, давайте совсем формально, Аверин блокирует Канцерова, Канцеров задерживает рукой Аверина. Ну уж прям так совсем, если, да? Если вот Золотая шайба, например, сейчас шла бы, матч Золотой шайбы, но это финал Кубка Гагарина, здесь немножко другая история. Ну, я говорю ещё раз, можно, теоретически можно, но я бы сказал, что это слабое удаление. Предыдущее, если бы дали слабое удаление, это, если бы дали слабое удаление, но не там, не здесь, но дали. Понимаешь, они держат уровень, вот они держат, вот смотри, я вот просто на контрасте, вот момент с Зерновым, вот оно не... Там плохо, там плохо, а тут хорошо. Там с травмой связано, да. И вообще там опасность там не для жизни, не для игрока. Здесь у борта, в стороне, я не знаю, как сейчас, вот опять же, нам раньше говорили, что, слушайте, если это не связано с обзятием ворот, если это не связано с травмой игрока, если это что-то где-то... Леонид Иванович, вот вы говорите, тут хорошо, там плохо, а как вам вот этот момент с выходом на пустые ворота? Ну, здесь вопрос... То, что не засчитали? Ну, это да, ошибка, 100%. И вот... С такого ракурса, с которого мы видели, это 100%... 2-1! Расстрелять? 2-1, да нет, может, сезон закончится. Ну, им повезло, что всё хорошо так закончилось для них. Вот если бы, если бы выиграл Локомотив, конечно, это был бы скандал, это понятно. Самое интересное, что многие могли бы... Ну, потому что здесь взять и ворота, и всё. Я так скажу, что многие, а многие... Я не про что, я про скандал. А многие могли бы... Я говорю, если бы выиграл Локомотив в этой игре, в этой игре конкретной, то был бы скандал. Я так скажу, что многие могли и не разобраться в дуансах этого эпизода. Я тебе говорю, я с игры не видел. То мы его так... Ну, давайте, знаете, чем закончим? Эпизодом из второй игры. Потому что вот мы финал разбираем, разбираем, и даже ни одного намёка на возможную симуляцию. А возможно, она была. Я понял про что, я понял. Так вот, для того, чтобы закрепить материал. Канцеров, что ли? Знаете, у нас сколько моментов с Гернатом, и сколько моментов с Канцером. Два главных героя финальной серии, которые пытались быть везде и пытались быть полезными. В чём вопрос? Можно было давать две минуты за симуляцию? То, что у Герната пара за подножку... Я вам вот что хочу сказать. Мне, в принципе, очень понравилось, как они судили. Вот мне больше всего не понравилась эта игра, третья. Вторая. Вот это вторая? Это вторая, да, вторая. И всё началось вот с этого момента. Вот с этого момента. И она как-то вот, да, пошла. Да, но очень плохое удаление. Вот я бы лично по этой игре просто ничего бы не дал. Вот просто ничего. Ни симуляцию, ни задержку, ничего. Но они, дав вот такое удаление, показали уровень. Это было первое удаление в игре. И они должны были всю игру... Вот все моменты, которые мы обсуждаем, они должны были удалять. Вот если давать вот это. То есть, условно, вот этот предпоследний момент, который мы показали, если вот такой попадается, всё, две минуты после такого. Если даёшь такое удаление, то ты должен там всё. Вот. Поэтому вот единственное, я тебе скажу, что мне не понравилось за весь плей-офф, вот что вот бросилось прямо в глаза, это вот вторая игра и вот это удаление. Это прямо очень плохое решение, с него всё началось, и они так её... Нет, там, слава богу, ни на что не повлияло, там ничего. Ну, как-то, конечно, высшей, так сказать, материи, высший пилотаж. Вот мне не понравилось, как они эту игру отработали. Остальные вообще вопросов нет. Но вот это вот, и всё началось с этого момента. Алексей Иванович, а вам понравилось, как они отработали финальную серию? Мне, во-первых, понравилось, как они отработали плов. Да, весь сезон хорошо работали. Они весь сезон, весь плов хорошо отработали. Наверное, за последнее время я могу... Если раньше я боялся в оценках каких-то... Да, боялся давать оценки, сейчас я могу сказать честно, что точно они отработали на твёрдую четвёрку, это 100%. Идеального судейства не бывает. 4 с плюсом. Может быть, местами 4 с плюсом. И я очень рад, что у нас большое количество ребят молодых отсудило. Ну, относительно молодых. У нас много было новичков в финале. У нас всё то, что мы просили методически перед пловом, они всё это смогли соблюсти. И я понимаю, что мы реально на правильном пути. Я, наверное, за 8 лет впервые дам более-более чуть-чуть восторженную оценку судейству, чем раньше. Раньше я скромничал, честно скажу, по этому поводу. Никогда не говорил. Что же изменилось? Сейчас у тебя головокружение от успехов началось. Нет. Я скажу, что молодцы, хорошо отработали, как и вы с Леонидом в передаче. Это самое главное. Честно, это откровенно. Я вот что хочу сказать. Вот эта вторая игра, про которую я говорю, это я по гамбургскому счёту, если уж прям там совсем. Потому что вот остальные игры, я просто смотрю на судью, и, знаешь, я вижу, когда он растерян, когда он держит игру в руках, контролирует. Так вот у них всё время игра была под контролем. Вот весь плей-офф, вот у меня вообще вопросов нет. Но вот эта игра мне прямо, вот я как-то удаление увидел. Она была и самая тяжёлая с психологической точки зрения. Ну да, и вот это решение в конце. Она была самая тяжёлая. Да ещё со сложным этим оффсайдом попали. Это понятно. Ну, друзья, мы как часто говорим, игроки, например, вот бьются за тренера. Судьи бились за главного арбитра континентальной хоккейной лиги. Бились 100%. И, кстати, хотел поздравить Магранова, что он отсудил первый финал. Он уже судит. Не отсудил, а отработал Магранов. Как раз он попал на самую сложную вторую игру, представляете? Да. Всем досталось. И, конечно, вам, Светлана Владимировна, большое спасибо за экспертизу. Грамоту хотя бы. Или премию лучше. Благодарность мы вам выпишем. И, конечно, вы нам не даёте расслабиться и следите за нами. И, конечно, с этими моментами, что вы нам иногда с течением времени преподносите нашему судейскому корпусу. Но вам отдельное спасибо. Друзья мои, и не дадим расслабиться в следующем сезоне, который, ну... А мы не закрываем передачу? Ну, а кто? Да, август и месяц это закрываем. Да, август, да. Прикроем немножко, знаете, прикроем, чтобы там проветрилось, да. А потом вернёмся в новом сезоне. Так что, друзья, лето пролетит очень быстро. И снова 3 сентября? И снова 3 сентября. И 4, и 5, и понесётся. Владимир Гучик, Леонид Вайсельд, Алексей Анисимов. Вот так вот торжественно закрываем очередной сезон континентальной хоккейной лиги. Естественно, здесь, в Судейской. До свидания. Всего доброго, до свидания. С окончанием сезона хоккей больше, чем жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok